В Хандыге прошла первая дружеская встреча среди подразделений Тампонской и Аймеконской отделов пожарных служб. В честь двухсотлетия со дня образования пожарной охраны природы пожарные показали свою подготовку в пожарно-прикладном спорте. Продолжит Мария Винокурова. Сильнейшая команда определялась по результатам восьми этапов. Полное боевое развертывание, прокладка магистральной линии на три рукава, закрепление спасательной веревки за конструкцию. Наиболее остро шла конкуренция в таких дисциплинах, как надевание боевой одежды, а также надевание и включение в СИЗО, специального дымозащитного снаряжения. Такого рода соревнования надо проводить почаще, так как профессиональный уровень пожарных повышается. С каждым годом мы это замечаем, так как мы северные районы каждый год соревнуемся у себя. Колымян-Дигирский группа районов и ежегодно собираем шесть команд. В этом году в связи с двухсетилетием образования пожарной охраны решили устроить дружеский матч с тампонским гарнизоном. Для снятия переноса подъема по трехколенной лестнице было выбрано бывшее здание пожарной охраны, куда и подъехала пожарная машина. Участники неплохо справились с заданием, продемонстрировав профессиональные навыки и готовность к проведению спасательных работ. К сожалению, у нас нет условий для проведения полномасштабных соревнований. У нас отсутствует учебная башня, чтобы отрабатывать нормативы с пожарными лестницами. Также нет стометровой полосы препятствий. Тушение пожаров и спасение людей – это всегда сложная операция, требующая четких слаженных действий, оперативности реагирования и профессиональной подготовки, что и показали победители соревнований команда Амиконской ОКПС. А для тампонских пожарных, которые стали организаторами первого состязания по пожарно-прикладному спорту в Хандыге – это хороший командный опыт. Мария Винокурова, НВК ЦХ Хандыга.